Так, первое видео я начну с того, что я думал, на каком языке, ну, вам можно сказать про тарифные планы от Киевстар. На украинском, на русском, ну, просто, как я думаю, у нас больше людей говорят по-русски и понимают больше по-русски. Например, если человек из России захотел посмотреть это видео, то он сможет всё понять о том, что я говорю про Киевстар, что есть на сайте. Если вы хотите, я буду делать украинские обзоры, тоже на тарифные планы. Ну, что ж, приступим. Значит, у нас здесь такое. В нас, в Украине, на данное время, делают, ну, строят 3G-связь. Три наиболее развинутых оператора Украины, или лицензию на 3G-связь в Украине. Первым был Live, вторым МТС и третьим уже Киевстарт. В следующих видео я покажу, что уже в одной из трёх компаний есть 3G-связь. Какой? Узнаете сами. А если уже знаете, пишите в комментариях. Так, вот что у нас есть 3G. Пока что Киевстарт готовит 3G. Тарифный план свободный смартфон. Давайте прочитаем про него подробнее. Что нам обещает Киевстарт? Выгонили ли тарифы на свободном смартфоне? Так. Я открыл свободный смартфон для Киевской области, так как я живу в Киевской области. В других областях тарифы могут быть другие. Потому, смотрите на сайт kievstar.ua и смотрите тарифы. Так, вот. Условия тарифа. Ежедневно снимается обонплата 1 гривна 50 копеек. Если хотите, чтобы снимала у вас 1 раз в месяц, то платите 30 гривен. Экономия не в 33%. Без лимитка на Киевстарт вы можете звонить сколько хотите. Звонки на другие сети 50 копеек в минуту. Как я думаю, это очень хорошо. Например, захотел ты позвонить на МТС или Лайв. Туда тебе придется дешевле, что ты будешь звонить по 50 копеек в минуту. Но, правда, есть у Киевстара другие тарифные планы, которые дают больше минут. Но можно за это меньше платить, чтобы звонить другим операторам. Так. Мобильный интернет без ограничений. Тут у нас без лимит. Без лимит будет по стандарту 2G. Так. Дается, как обычно, у нас пакет 50 сообщений. СМС. Гривну платим. Это номера украинских операторов. Как обычно. Лайв и МТС. СМС сообщения за границу. 2 гривен и 20 копеек. Ну, я хочу сказать, что немного подорожали тарифы в связи с подорожанием доллара. Ну, подорожание доллара, как вы знаете, не только в Украине, но и в других советских раньше странах у нас. ММС сообщения по Украине. 1 гривна за границу 5 гривен. Звонки на городские номера. 1 гривна 25 копеек. Как подключить этот тарифный план? Во-первых, нужно или приобрести стартовый пакет. Ну, покупаете вы стартовый пакет, карточку вставляете в свой мобильный телефон. Проверяете, есть ли связь. И при помощи комбинации звездочка 1-1-1 решетка или звездочка 112 решетка. Или можете позвонить по номеру 477. Чтобы активировать стартовый пакет. Так. После активации. Вам нужно пополнить счет на сумму от 40 гривен. Одним платежом. Одним платежом что это означает? Вы, например, покупаете скретч карточку и пополняете на 40 гривен. Есть, правда, карточки в Кейсар на 100 гривен. Но можете на 100. Так. После пополнения вам станет доступен заказ опции минус 33%. Что это заказ за опцией минус 33%? Как мы видим, мы можем платить за день, каждый день, по 1 гривну 50 копеек. В месяц, раз в месяц, можем платить 30 гривен. Давайте мы посчитаем, сколько выходит в месяц, если мы будем платить ежедневно по 1 гривне 50 копеек. Так. Ну, если посчитать, умножить гривен 50 копеек на 30 копеек, по 1 гривне 50 копеек, по 1 гривне 50 копеек, по 1 гривне 50 копеек. Что оно нам покажет? Так, ну, это не нужно делать. Ну, короче, как-то не так. 30 гривен установили они по-своему. Не получается у нас. Так. Условия пользования тарифом. До разового пополнения счета на сумму от 40 гривен, один платежом действует тариф 50 копеек за минуту на звонки на все сети по Украине. 50 копеек вы звоните как на Киевстар, так и на другие. Как я понял. Если вы не пополнили счет на сумму от 40 гривен одним платежом. И платите также 1 гривну 50 копеек за безлимитный интернет, который оплачивается только в день пользования. Очень интересно. Так. После пополнения счета на сумму от 40 гривен, начинается поснимать ежедневную плату. Или это гривна 50, или это 30 гривен. Смотря как вы подключили, чтобы у вас снимало ежедневно, или раз в месяц. Ну, я так думаю, что лучше и дешевле, чтобы снимало раз в месяц. Ну, вы сами подумайте, что вам лучше платить. 45 или 30 гривен. Это получается, что вы переплачиваете 15 гривен. И, кстати, если вы не знаете, если вы начинающий пользователь Киевстар, то позвонив на номер 477 или 466, вы за это ничего не платите. Это как меню Киевстар. Кстати, для операторов звонки тоже бесплатные. С вами прочитаем дальше. Дальше про смс. Если вы будете отправлять смс, ну, 50 смс-ок отправите в течение дня, и будете продолжать их слать, у вас будет снимать по 1 гривне по тарифу. Так, если вы будете уже посылать 1001 сообщение, то будет тарифицироваться каждый смс отдельно. Его стоимость будет составлять 1 гривну. Например, вы послали 100 сообщений. Давайте с вами умножим 100... Сколько у нас сообщения тут? Умножим 100 на 1000. Уходит у нас 100 тысяч. Ну, как бы так. 100 тысяч. Или я не так что-то умножил. 100 умножить... Какое 100? Простите. 1 гривна... Множить на... 1000. Ну, и уходит, что 1000 гривен... Ого! Это... Представьте, вы сшлёте смс-ки на 1000 гривен, а уже смс-ка 1001-я будет стоить вам 1 гривна. 1 смс-ка. Ну, так да. Я не знаю, так ли я вам объяснил, чтобы вы поняли. Чтобы проверить количество отправленных в течение смс или текущего пакета интернета или бонусов, можете набрать звёздочка 112 решётка. Или звёздочка 119 решётка. Если, например, вы купили свой пакет 23-го числа и пополнили счёт одним платежом на 40 гривен, включили... Простите, я усложняю себе разговор. То есть, я не могу на русский язык слово послуга. А, услуга. Если вы подключили услугу минус 33%, то, значит, у вас будут заниматься деньги 23-го числа, тоже следующего месяца. Один месяц будет сниматься в тот же день, когда снимался раньше. Будет сниматься от полночи до 3-х часов ночи. Как мы можем управлять этой опцией? Это очень прикольно они сделали, грамотно. Как подключить? Набираем. Звёздочка 238, звёздочка 1 решётка. Чтобы отключить. Звёздочка 238, Звёздочка 2 решётка. Как узнать состояние услуги? Действительно ли она? Набираем. Звёздочка 238, звёздочка 3 решётка. И если не хватило денег для очередной оплаты, Звёздочка 238, звёздочка 4 решётка. Как вы видите, я цитирую вот с этой области. Если у вас недостаточно денег, чтобы оплатить, плата не взимается. До пополнения счёта вам предоставляется возможность совершать неограниченные звонки в сети Киевстар за 2 гривны в день. И также можете по безлимиту лазить за 2 гривны в день. Интернет. Новый тариф действует каждый день с момента успешного снятия ежемесячной платы 30 гривен в случае пользования услугами. Так, ежедневная плата будет сниматься автоматически после пополнения счёта любым способом, в том числе и при помощи перевода денег. Вот, раньше Киевстар говорил, что если вам переводят деньги, то мы их снимать не будем. А сейчас он как-то так урегулировал эту опцию. Сейчас может снимать деньги. Ну так, надо же, занимать же деньги, зарабатывать на нас. Как заказать опцию минус 33%? Набираем звёздочка 238, звёздочка 4, решётка. Ну вот, я уже говорил. Так. Где у нас действует этот тарифный план? Так, так. Здесь очень много, ну очень много... Разных областей, районов. Я не буду их сейчас перечислить. Ну вы сами знаете, сколько идёт это видео уже. Даже не знаю, сколько оно идёт. Ну, наверное, уже долго. Не буду перечислять, я оставлю вам ссылку на этот тарифный план, чтобы вы смогли просмотреть его и подумать, могу или я себе подключить его. Так, дополнительная информация. А, кстати, при подключении услуги, вам предоставляется услуга D-Jingle. Услуга доступна в течение акционного перевода 32 дня. А потом, за то, что у вас заметят гудков музыка, должны будете платить сумму от 7 по 15 гривен в месяц. И каждый день по 15 копеек. Ну, я сразу так подумал, что для чего нужен этот D-Jingle. Ну, чтобы если человеку, который тебе звонит, не было, ну, скучно, ждать, пока ты вбишь трубку. Так, что они у нас пишут о скорости передачи в АДЖИ? До 236 кигабит в секунду. Я вам скажу такое, что сейчас у меня интернет, здесь на этом ноутбуке по Wi-Fi, 250-260 кигабит в секунду. Это, ну, как, 2 мегабита. Это у меня самый слабый интернет. Я такой подключил, ну, потому что более-более мне не надо, мне его хватает. Кейвстар обещает, что если вы ещё не использовали 100 мегабайт. 100 мегабайт? А раньше было 50. Продолжу. Если вы не использовали 100 мегабайт вашего трафика, вы можете пользоваться интернетом на скорости до 236 кигабит в секунду. Как сказать вам, что бывает на самом деле? Я не хочу говорить про Кейвстар или про других операторов украинских. Я не хочу говорить, что они нас обманывают. Но придётся. На самом деле скорость не такая и хорошая. Если вы, например, захотите посмотреть видео в Ютубе, видео HD качества идёт 3 минуты, вам придётся ждать, чтобы посмотреть его полностью, ну, где-то полчаса. Я вам говорю. Пока оно прогрузится. А, кстати, скорость. Как видите, здесь 32 кигабита в секунду использования. Независимо от того, использовали ли вы эти 100 мегабайт трафика, не использовали, скорость будет такая самая. Что я рекомендую вам делать, чтобы пользоваться интернетом на хорошей скорости? Смотрите, я эти рекомендации выпущу в следующем видео. А пока это был Тарифный план свободный смартфон. В следующем видео мы будем уже смотреть у нас услуги от МТС. Всё. С вами был канал Android News Pro. И это специальное видео. Говорю вам пока. Подписывайтесь и лайкайте. Пока.